Привет, друзья мои! Хочу сегодня поговорить с вами о камере, на которую я снимаю последние пару лет. В основном на нее Canon EOS R. Отличнейшая тушка. Я сегодня в основном ее буду хвалить, потому что на самом деле у нее действительно очень мало минусов. Это моя камера. Я ее купил пару лет назад, и я очень тщательно отношусь к технике, которую я покупаю надолго. И эта камера была одним из вариантов, и я остановился именно на ней. И я считаю, что за эти деньги это лучшая камера, которую можно купить. И, ну, тем более, что сейчас она стоит бэушная в районе вообще тысячи долларов. И мне кажется, она еще очень-очень долго будет лидером и флагманом. Потому что камера надежная, достаточно простая. Да, у нее нет там функций, которые есть в топовых самых новых камерах, но все основные ваши потребности она закрывает. Я на нее снимал репортажку и постановочное видео. И со всеми видами работы она справляется. Итак, давайте сначала очень коротко пробежимся по ТТХ. Полноматричная беззеркальная камера. Матрица 30 Мп, процессор Digic 8, видео в 4К. Это ее основные для меня нужные моменты. 4, 2, 0, 8 бит она пишет в себя. 4, 2, 2, 10 бит отдает на HDMI, на мини-HDMI. Да, к сожалению, не полноразмерный, но уже хотя бы не микро-HDMI. Через свой мини-HDMI она отдает 10 бит 4, 2, 2 на внешний рекордер. Соответственно, вы можете покрывать ваши потребности в творческих задачах с внешним рекордером. Потому что лог-видео логарифм C-Log она пишет. Да, опять же, C-Log здесь не второй, который уже очень хорош для покраски. Но учитывая то, что поток 480 Мбит, то информации в вашем видео более чем достаточно. И красится оно шикарно. И более того, очень часто я использую ее для репортажки. В основном даже, наверное, для репортажки. И здесь вы можете снимать абсолютно не в логарифме. Вы можете снимать в полноцвете, потому что это Canon. И скинтон у него просто шикарный. Canon-овский цвет мне нравится. В отличие от ее конкурентов, особенно от Sony. И на цветное видео Canon вы можете, в принципе, всегда рассчитывать. Если баланс у вас правильный, то все будет очень хорошо. И, в принципе, если баланс у вас неправильный, вы его можете на монтаже выпрямить. Ну, ладно, давайте будем считать, что баланс мы будем делать всегда правильный. И мы это не забываем делать. Это одно из наших первых действий, когда мы включаем камеру. Байонет здесь RF, как у всех каноновских новых беззеркалок. Но, как вы видите, на этой камере живет 24-105. ЕФ-овский, обычный. Живет здесь он через переходник. И, в общем-то, отлично себя чувствует. И я вам скажу, что я в основном пользуюсь ЕФ-оптикой. У меня всего лишь один объектив, тестовый, купленный RF, чтобы попробовать, как работает стабилизация на 7-ке. 7-ка сейчас меня снимает. Ну, а все остальное я пользуюсь ЕФ-оптикой. И она работает замечательно. Вот прям без никаких проблем. Из проблем. Давайте теперь перейдем к проблемам или минусам. А потом я уже расскажу свои ощущения от ее использования. Из минусов, ну, может быть, кроп в 4К, кроп 1.7, когда вы снимаете 4К-видео. Это, наверное, единственное, что мне иногда мешает. Это решается без проблем использованием ЕФ-широкоугольной оптики. Потому что, когда вы снимаете 4К-видео, используется центральная часть матрицы. То есть, вы, грубо говоря, используете ЕФ-оптику. И она работает так, как на кропнутых фотоаппаратах. То есть, допустим, сюда 18-135 мой ставится. С старой еще какой-то кропнутой зеркалки. И он работает здесь замечательно. То есть, решить проблему кропа в 4К здесь можно достаточно легко. Особенно учитывая, что all-intro, если вы пишете 4К, то поток огромный. И, в общем-то, вы не увидите проблем с качеством видео. Из-за того, что оно кропнутое. Матрица 30 Мп покрывает достаточно много потребностей. И, в принципе, есть возможность кропнуться без проблем. Некоторые к минусам относят то, что здесь всего лишь один слот карт памяти. Ну, я не скажу, что у меня были какие-то с этим проблемы. Вот абсолютно нет. Если мне нужно долго писать, я ставлю большую карточку. Сбоев в работе при записи на карточку у камеры не было. Никогда. Ни разу. Поэтому, в принципе, я честно вам скажу, если даже у камеры две карточки, я пренебрегаю этими функциями. Я не пишу сразу видео на две карты. Поэтому тут проблемы для меня нет. Ограничение продолжительности видео в 30 минут, наверное, это обидно, но не смертельно. Вот так вот. Потому что проблем у меня с этим действительно нет. Я знаю, что у меня через 30 минут камера стопнется. Полсекунды занимает переразгон. Поэтому, в общем, я не скажу, что этот минус меня цепляет. У некоторых камер нет этого ограничения. Вот, например, R7, которая меня снимает, у нее нет ограничения 30 минут на запись. Ну, честно, ребят, скажу, что я не считаю это проблемой. В камере нет матричной стабилизации. Ну, вот, в R7 она есть, но я ее, честно говоря, не очень люблю использовать. Здесь электронный стаб есть. Если хотите, можно его использовать. Но, опять же, я его тоже не использую. Потому что, если мне надо проходки снимать, я снимаю это дело со стабилизатора. Если мне надо просто с рук снимать, оптической стабилизации на объективе мне всегда хватает. Потому что, вот, в R7 я попытался, поигрался, попробовал снимать какие-то проходки. Ну, это, в принципе, хреновая идея. Вот, даже со стабилизацией матричной и стабилизацией объектива выглядит это нехорошо. Для съемки с рук мне хватает стабилизации объектива. Поэтому, для меня этот минус тоже абсолютно не минус. Многие к минусам причисляют то, что в 4К здесь максимум 30 фпс и 60 фпс в Full HD. То есть, нету 120 фпс. Ну, я не страдаю, потому что для репортажки это, как бы, вообще не нужно. А если мне надо чего-нибудь зарапидить, в принципе, DaVinci справляется без проблем. Есть несколько режимов добавления кадров, Optical Flow и так далее. Поэтому, если мне надо замедлить видео, то у меня на монтаже проблем не возникает. Вот так вот. Да, было бы хорошо, если бы эта функция была, но, честно вам скажу, я не уверен, что я ее достаточно часто бы вообще использовал. И поэтому здесь тоже, учитывая то, что я не хочу переплачивать за камеру, очень получается взвешенная камера. Здесь нет функции, которые вы используете крайне редко. А здесь есть то, что вы используете каждый день. А теперь о том, что мне в EOS R нравится. Нравится здесь мне очень много, особенно за эти деньги, потому что за камеры дороже имеют больше функционала. Здесь же достаточно добрая цена на эту камеру. Итак, чего хорошего? Во-первых, автофокус. За пару лет меня автофокус не подвел вот просто ни разу. Ни разу вообще. Я знаю, что с фокусом, автоматическим фокусом могут быть нюансы. Но вот здесь не было ни разу. Супер фокус. И на тех же Sony у них там тоже неплохой автофокус. И тоже неплохо. Но вот нет. Вот здесь это самый лучший автофокус, который просто вообще может быть. Цепляется за глаз. Если глаз перекрывается, цепляется за лицо. Никаких пропаданий нет. И он определяет даже вашу голову, если она частично закрыта чем-нибудь. А, ну сейчас я это снимаю на R7. Здесь в принципе тоже проблем нет. Но пару раз промахи были. А вот в R7 промахов не было никаких. И это даже учитывая то, что мы снимаем с неродным объективом. Здесь это EF оптика. И вот на EF оптике никаких проблем нет. Батарейка здесь LP-E6. Мне это тоже очень нравится. Потому что у меня этих батареек много. Это одна из самых универсальных распространенных батарей для Canon. Поэтому очень удобно работать. С ручным фокусом работать удобно. У камеры есть фокус пикинг. Эргономика просто шикарнейшая. Да, я камеру одеваю всегда в клетку. И у меня она еще работает в основном с верхней ручкой. Но даже без клетки очень удобный хват. Камера хорошо лежит в руке. Отличный прилив. У вас достаточно широко между объективом... Вот это большой объектив, толстый. У вас есть место, которое позволит вам держать ее удобно. Камера и хорошо в двух руках лежит. И хорошо работает с одной рукой, если вы снимаете фотографии. Вертикально, горизонтально. Очень хваткая камера. Корпус шикарный. То, что я считаю камеры Canon надежными, EOS R подтвердила в полной мере. Потому что за больше чем два года у нее не было никаких технических сбоев. Ни перегревов. Да, здесь нет перегревов. Потому что эта камера заточена под надежную работу. И ни в каких режимах вы ее в перегрев не загоните. Даже когда я снимал в жарищу, прям страшную жарищу. Прямо на нее солнце шкварит. Она могла... У нее бывало пару раз в очень жарких условиях при длительной записи. Она показывала индикацию нагрева. И там был только первый кубик. Ну, естественно, ни о каких перегревах или потерях в кадрах здесь речь не идет. И это вот очень надежная железяка. Здесь есть микрофонный вход, наушниковый вход, мини-HDMI. Что в принципе компромиссное решение. Type-C разъем, через который вы можете или стримить, или сливать видео, или заряжать камеру. По функционалу очень удобная. Кнопки назначаемые. На корпусе достаточно много кнопок, которые вы можете переназначить под свои нужды. Переназначаются кнопки под вас. Поэтому она для вас максимально удобной станет. Верхнее окошко, индикатор. Честно говоря, я не думал, что оно мне понадобится. Но пару раз мне было очень удобно в него смотреть. Когда я настраивал камеру на низком штативе, это было удобно. И я хотел бы, чтобы это окошко оставалось в камере. Вот вроде бы не самая полезная функция, но удобненько. Два колесика позволяют вам крутить очень удобно выдержку диафрагму. Основное то, что вам нужно. ISO на вот этом слайдере заднем. Я им редко пользуюсь. В принципе, да, то, что он не очень удобный, я соглашусь. Он для меня тоже не очень удобный. Сенсорный слайдер, который в R-ке появился, ну, такое себе спорное решение. Но вот два колесика, они очень удобненькие. Они железные и с хорошими такими выступами. Руки очень четенько на них лежат. Колесиками вы экспозицию крутите очень удобно. По эргономике мне эта камера жутко нравится. Моя следующая цель это R5C. И вот тут, я не знаю, со временем я пойму, удобнее ли она эргономически. Но вот эта камера была просто для меня как родная. Очень удобная камера. Видоискатели, поворотно-откидной экран. После зеркалок я, честно говоря, боялся электронного видоискателя. Но оказалось очень неплохим. Он оказался очень хорошим. Диодрия подстраивается. Мне работать удобно. Поворотно-откидной экран хороший. Если сравнивать с Sony, он просто гениальный. Ну, на самом деле, действительно хороший экранчик. Удобно пользоваться. Большой размер. И, естественно, то, что его можно крутить в разные положения. Это очень удобно, очень комфортно. Фишка, которая появилась у Canon, когда вы выключаете камеру и снимаете оптику. У вас матрица закрыта шторками. Мне это жутко нравится. Потому что не всегда вы меняете оптику в стерильных условиях. Иногда вы меняете оптику в поле и есть риск, что на матрицу чего-то насыпется. Здесь это очень мне тоже нравится. Canon-овское меню перехвалить невозможно. Я вот недавно часто сталкивался с меню Sony. И после него здесь просто божественное меню. Очень удобно. Экранчик, кстати, очень отзывчивый. Удобно тыкать на него. Все очень четенько срабатывает. Никаких мискликов нет. Очень удобно. В камере не самое очевидное переключение между предустановленными режимами или фото, например, и видео. Оно реализовано через кнопочку и потом выбор через меню. Ну, честно говоря, странноватое решение. Но тоже у меня проблем не возникает никаких. Я к этому привык и этим достаточно удобно пользуюсь. Во всех режимах съемки, что на фото, что на видео, вы можете использовать приоритеты. Приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и другие предустановленные режимы. Потому что есть камеры, которые в режиме видео, например, не дают вам использовать АВ или ТВ. Здесь все варианты доступны. Во всех вариантах. И автофокус тоже работает во всех возможных вариантах. И работает одинаково хорошо. Тоже никаких ограничений с изменением параметров съемки у этой камеры нет. Вот что мне нравится. Если автофокус должен работать, он должен работать во всех режимах. Не так, что вот если вы снимаете 4К, то он будет там типа контрастный или что-то такое. Вот у этой камеры нет каких-то обрезаний функционала. Во всех режимах работают все функции. Это для меня тоже было очень важно, когда я выбирал камеру, чтобы я знал, что у меня нет подводных камней. Тушка пыли влагозащищенная, это хорошо. Хотя я ее, конечно, никогда под дождь или в пылюку никакую не совал. Но тем не менее, я могу рассчитывать, что если в какой-то критичной ситуации мне все-таки придется работать под дождем, то я не потеряю камеру. Вот так вот. Естественно, ребят, если вы планируете работать под дождем, защищайте технику. Какая бы там влагозащищенная она ни была. И все равно это хорошо, это добавляет немножко надежности. Когда я переходил на нее, я немножко напрягался насчет смены байонета. Но оказалось, что проблем никаких нет, потому что переходник с камеры, в принципе, у меня не снимается вообще. Когда я меняю оптику, я меняю ее уже только на переходнике. Потому что вся оптика EF-овская, как я говорил, и живет она вся на переходнике. Я не считаю тот объектив, который я для теста купил. У меня только EF-оптика. Соответственно, да, это немножко удлиняет камеру, но вы можете продолжать использовать объективы, которые есть. А весь вопрос в финансах. Если вы готовы покупать RF-объективы, вперед из песней. Но вот эта камера была куплена как раз из соображений целесообразности по цене. Мне кажется, что есть, конечно, камеры более высокого класса. Те же R5, R6. Когда я выбирал, были уже все камеры. И RK, RK, R5, R6. Я мог взять любую из них. Но я не считаю, что нужно переплачивать, если у камеры есть еще больший функционал. Вы должны понимать, что вот этот функционал вам подходит. Я, честно говоря, я думал, что я буду оставаться на этой камере еще долгие годы. Но вот я сейчас буду брать, наверное, R5C. И я сейчас скажу, почему. Потому что R5C одобрена на Netflix. И это для меня важный параметр. Потому что мне приходилось за последнее время работать на картинах, которые выходят на Netflix. И моя камера теперь может работать на них. Мне не нужно будет доарендовать технику. Оставлять RK как вторую камеру, ну, наверное, слишком обидно будет для нее. У меня как вторая камера вот семерочка есть. Как камера B она используется. А эта всегда была как основная камера. И теперь я вот перейду к впечатлениям. За многие годы на разной технике были камеры, которые больше или меньше мне понравились. В принципе, меня достаточно сильно удивила FX3. FX3 я от нее ожидал гораздо меньшего. Поэтому она мне понравилась. Но, тем не менее, покупать я ее себе не собираюсь. Мне Canon все-таки устраивает гораздо больше. По ряду мелких факторов. И переходить на Sony я точно не буду. А вот так, чтобы камера была очень разумна еще и при покупке. То, наверное, RK это очень обоснованный вариант. Потому что R5 и R6, которые я тоже рассматривал к покупке. За в два раза большую цену практически. Дают мне функции, которые мне нужны очень редко. И которые я могу решить с помощью каких-то дополнительных девайсов. Там, допустим, кроп на матрице при съемке 4К. А я снимаю в основном все-таки в 4К. Он решается широкой оптикой. 120 FPS решается на монтаже. И так далее. Вот все плюшки, которые дают R5 и R6. Здесь, ну, как бы я не видел смысл за них переплачивать. Вот R5C, которая снимает 8К. И она не перегревается, потому что у нее есть кулер. Вот там решили основную еще и проблему R5 и R6. Потому что, да, перегрев это не то, с чем вы будете сталкиваться каждый день. Но я беру технику, которая не может меня подвести. И если у меня съемка остановится, у меня лично, а событие, которое я снимаю, продолжит происходить. То вы с этим ничего не сделаете. Если ваша камера перегрелась, все. Если ваша камера что-то не дает вам, там, не знаю, автофокус или еще что-то в каких-то режимах, все. То, если вы работаете профессионально, то техника ваша должна вас не подвести. Это самый главный критерий. И вот R5C мне нравится именно тем, что это обычная рабочая такая лошадка. Очень надежная, достаточно простая, без лишнего выпендрежа. Но она вас не подведет. И это, наверное, самый главный плюс этой камеры. В общем, впечатления мои от нее за годы работы очень положительные. Вот, если вы считаете, что у нее есть какие-то минусы, welcome в комменты, давайте там пообщаемся. А я буду спорить, потому что я очень люблю эту камеру. И мы с ней очень хорошо сработались, и я ее буду защищать просто с пеной у рта. Поэтому можем поспорить. Ну, если вы согласны со мной, то тоже добро пожаловать в комментарии, можем пообсуждать. Поэтому, может, это видео даже не столько обзор камеры, сколько вот ощущение от ее использования за очень продолжительный период времени. Я на нее наснимал очень много проектов. И художественные, и постановочные, и игровые видео мы снимали, и репортажку. Вот все виды работ на эту камеру я снимал. И иногда в логарифме, иногда в полноцвете, иногда в каких-то безумно сложных условиях, иногда в постановочных условиях, когда я могу порулить все, что происходит на площадке. И вот ни в одном из вариантов она меня не подвела. А это, я считаю, самое главное. На этом, наверное, друзья мои, и все. Вот такой получился не то обзор, не то впечатление. Сильно хвалить Canon тоже не хочу, потому что они иногда делают херню, которая на голову не налазит. Последние вот несколько камер, которые они выпускали, это вообще о чем это? Что это? Я был просто в шоке. Потому что в основном они делают все-таки хорошую технику. Так что все, ребят. С вами был Сергей Блинов на видео на XL. Если вы вдруг не подписаны, подписывайтесь. Добро пожаловать. Увидимся по воскресеньям. Поговорим про съемочную технику, монтаж до Винчерезов. Ну и пишите в комментах, чего думаете. Или заходите в телеграмчик, можем пообщаться там. До встречи, ребят. Пока. Пока.